всех приветствую рим 2 турнир юзит-люзит поединок левелина с португальским игроком монстро дун пуэнто что ли короче ник переводится я офигел монстр анонизма вот такой вот ник у товарища вот я помню там были небольшой скандальчик по поводу ника игрока русскоязычного стратона по-моему вот а тут вот видите какой ники ничего человек живет и играет скажем так да перед вами пельтасты за понт играет понтийский пельтасты шикарные вообще юниты вот за понт идет у нас левелин вот и за бактрию идет вот этот вот товарищ и он кстати будет если с ним играть против его бактерии я думаю что он тренил то а это играл я с ним недавно вот он стал моим как бы мы во френд лист друг друга добавили вот он играл тоже слонами то есть если он идет за понт он берет слонов но опрометчиво я думаю решение против левелина брать слонов заиграть я думаю их будет очень сложно но посмотрим итак гоплиты гоплиты здесь 6 одинаковых по моему да да 6 гоплитов да за понт против бактрии отличный выбор два пельтаста я тоже когда играл понтом давно им не играл всегда брал вот этих вот двух товарищей также гоплиты либо пики и вот этих вот обязательно у них урон аж 41 наемные ноги и мечники 1 до 2 это третья линия у нас пехотная центра наемные кельтские войны до 234 наемных кельских и еще один на ногой мечник такой чарджевый отряд до бонусом 32 в натиске у этих вот 25 например кроме этого знатная кайка подокийская знатная и каппадокийка это на левом фланге каппадокийка и знатная каппадокийская отличная кого конечно и понтийская царская конница в роли генерала отличный состав левый правый фланг у нас представлены за бактерию наемными скифскими лучниками сомнительный выбор такой хотя восточные копейщики восточные копейщики по центру у нас бактерийские горцы то есть первая линия четыре отряда это мясные отряды кроме этого мечники в тораксах 5 штук до больше нечего здесь брать и бактерийские знатные всадники 4 плюс генерал у нас это индийские славные брони знаете не думаю что вот эти товарищи принесут большую пользу против понта но все-таки посмотрим наверное пять знатных кавалерий было бы более предпочтительно против он то скажем так поскольку в принципе мечниками в тораксах завязать гоплитов как бы сильно большого труда не составить скажем так несмотря на всю их сомнительную так скажем ценность ну и кранирует посмотрите своими гоплитами фланги от наемных скифских лучников ну я думаю здесь что главное сейчас понту дойти завязаться а там будь что будет в общем то каппадокийка и знатная конница за понт они не такие уж и не совсем как скажем бактерийским знатным конечно они как бы маленечко уступят да да и но тем не менее конкуренцию им составить они могут при должной пехотной поддержке более чем тем более их здесь четыре в составе здесь мы видим пять кавалерий понта соответственно как бы контра есть скажем так тем более что и спехи у бактерий то вот пять мечников только все все остальное это вот эти четыре отряда первые они просто ну как типа ни о чем до смещаются вправо зачем только права под слона смещается бактрия да да слона то конечно его чтобы заиграть его аж надо вот так вот заводить то есть он вообще на последней стадии здесь боя должен вступать действие скажем так ну и здорово здесь вот да и у них не видно здесь копейщиков тяжелые только что что скорость у них пониже атак кельтские воины да а черт побери можно было бы и прочаржить наверно вот так вот в конце концов и в спину то почему бы нет хотя блин вот эти им только стрелять со в ближнем бою они вообще ни о чем но видно же что не дают тебе их заиграть и почему бы и нет почему бы не сделать вот такой безумный поступок двумя кавами зачаржить вот этих вот товарищей почему бы и нет черт побери потому что мы не дают им играть ничего не 6 набили да здесь что у нас на бактерийские знатные не находят лучшего применения им чаржат гоплитов да кстати неплохо прочаржили ну тут же знатная подбегает два мечника в тораксах сейчас завяжут они гоплитов на левом фланге на правом фланге происходит то же самое бактерийские знатные всадники идут просто напросто в лобовую атаку на гоплитов то же самое делает каппадокийка посмотрите как здорово ее здесь проводит выводит вернее левелин очень здорово этих бактерийских горцев здорово нет не здорово каппадокийка тает а бактерийский горцы как-то не очень ну правильно здесь мечники в тораксах поддерживают да и срочно нужно наемными ногами заходить а вот это вот напрасно но нельзя в тылы так но если сейчас удастся протащить слона ну через гоплитов блин тяжело не пойдут тем более пельтасты тут по ним отрабатывают и нехило более того пельтастов у есть вот эта вот обилка увеличение урона да блин тяжело да посмотрите ну король маневра конечно чё уж тут говорить все в тылах ну здесь конечно протаскивание конницы ломаются копья до сих пор на клан комьюнити протаскивать либо нет нет зашел слон посмотрите неплохо зашел прям даже его ну кавай кавай его резать можно почему бы нет гоплиты сейчас здесь ступят оба пельтаста вот отрабатывают здесь по слону он уже здесь неистость и своих уже здесь он топчет посмотрите убивает поэтому да бактерийский знатный зачем они в тылу во фронтальный этот чарж их вот они даже под пехой здесь сыпятся здесь тораксы зашли здорово на правом фланге бактерийские разбираются с наемными кельтскими неплохо разбираются скифские зашли да у нас но по центру то все равно бактерийский но бактерийский понятно сыпятся они под ногами мечниками и каппадокийка здесь понятно мечники в тораксах они кстати кого-то рубят нехило да нужно добивать добивают каппадокийку здесь то там один уже остался в садник ну а правый фланг несмотря на то что здесь был слон а кстати где слон а слон вот он он осталось их здесь фиг да маленько гоплиты по итогу которые сбежали вот они сейчас вернуться 10 свежих два отряда подошло наемные кельтские тут бегут вся братва короче все на слона ну и умирают тораксы умирают ничего не набьют по итогам боя и я так думаю все таки вот эти вот наемные скифские блин ну то есть они вместо стрелков по сути чего вот они там сейчас посмотрим по итогам боя что это будет отправляет в погоню здесь один отряд за каппадокийки за наемные списки на них даже расстрелять не могут сейчас они их красной линии прижмут и они сбегут бактерийский знатный буксует слон буксует да да буксовался полностью слился ну я считаю кого здесь подвела очень сильно неправильно зашел слон здесь посмотрим конечно сколько нарубил но тут по сути разобраться то шапками закидал он просто-напросто бактерию правильно два отряда они вообще дешман убивали сорок семь до тридцать семь там можно не бежать уже за ними все здесь 59 но еще мало-мало что там стреляли ну так стреляли они гоплетов частично и вот эти вот легкие отряды этих наемных кельтских воинов которых выставил по флангам ливилин то есть по сути это как наживка ну и здесь шансов то уже нету сейчас тыловые чарджи бактрийцы проявляют чудеса стойкости держаться они конечно но мечники в тораксах тоже стоят вот неплохо заиграли но опять-таки у понта то не было такой уж прям мощнейшей пехоты которая там один на один этим тораксом могла противостоять да это все обманчиво мигают гоплиты здесь 2 не мигает еще полу сколько 78 здесь отряд жив генерал причем это кава генерал нет все-таки посмотрите удается этому товарищу с этим ужасным ником таким сохранить свою эту каву но блин она победы то не переносит по итогу ну не той такого вот час до чарж да и здесь чарж может быть раньше нужно было что-то подобное делать 25 гоплетов против 38 да я думаю они выстоят тут даже тыловые чарджи вот они не спасают ну тут более чем убедительная победа понта скажу так хотя сыграл конечно его соперник интересно но не гоплитов же чаржить знатными бактрийскими всадниками ей-богу один только сыграл слон 156 при том что это генерал были но он стоит 200 блин за 2 100 156 маловато ну а этих заиграл два отряда посмотрите скифские наемные скифские по 72 2 нарубили этот 58 ну уже целый целый был отряд мог еще убивать но тем не менее бактрисы 42 неплохо для бактрисов 42 мечники в тораксах раз да вот три отряда сыграла из пяти неплохо молодец удалось заиграть но опять-таки наемные кельские хоть и небольшие результаты но от 82 и 70 это более чем хороший результат для таких для на наемные ноги но вот один здорово конечно же сыграл пельтастый отлично сыграли при том что оба отряда не так чтобы практически целые да но они с поля боя не убежали гоплиты приняли на себя этот встречный натиск кавалерии бактрисских знатных всадников ну за счет этого конечно не так уж много но они посмотрите до конца боя сохранились вот раз отряд 82 вот набил тоже до конца боя сохранился 115 накосил тоже до конца боя остался до всякого полегла но тем не менее здорово сыграл генерал 130 совсем мало уже там генерала оставалось но тем не менее все таки здесь до торакс это замечательно сыграли кого подвела кого не сыграла кого здесь всего лишь два то есть 4 по 800 с лишним монет были ну и раз два три 4 ну грубо 4 5 6 до 7 8 9 до 9 отрядов не сыграли конечно это тяжело для бак 3 но интересно мне вот это вот рим против варваров вечное противостояние да без стрелковый билд замечательном бои нафиг стрелки тут не нужны против рима играть если вдруг какие-то слоны там копейщики накидают ну и много копейщиков берет забоев интересно давайте посмотрим состав забоев очень здорово так что у нас просто копейщики до кроме этого крестьянина в баранце раз два всего лишь крестьянина на в баранце на левом фланге еще по два копейщика это так это уже как мал мал серьезные копейщики из бараней 65 посмотрите и против кавы там бонус до 15 а здесь сколько здесь 25 у крестьян новобранцев обалдеть против кавы кроме этого еще один ветеран копейщик берется мне интересно для чего так много копейщиков вообще взято при том что как бы вот четыре да мы видим тяжелых всадника в принципе больше их за этих товарищей и не нужно остальное все решает пехота для чего так много копий раз два три 4 5 6 более так мечи у нас присягнувшие последователи меча последователи меча ну понятно последователи меча 4 последователи меча один присягнувший и один присягнувший в роли генерала кроме этого ноги и войны против пехоты 15 бонус до бонус натиски 36 у этих многих не 32 как у понтизем как у понта до 36 не знаю для чего так много копий может быть чтобы пилу мы они там кидали да как-то постараться законтрить кау рима которая не такая уж там и крутая да и изберечь наверное свою кавалерию для тыловых чарджей ну что ж возможно и так завязывать боем и заходить уже своими великолепными мечами с чарджа возможно так ну и состав за рим давайте все-таки посмотрим легионер ветераны легионеры ветераны легионеры ветераны да отличный выбор за рим почему бы нет четыре сколько вот это доспешные легионеры в количестве трех кроме этого видел и здесь простейшие самые копия за рим гладиаторы копейщики лучше брать хотя нет гладиаторы копейщики нормально и квиты союзники кого так себе еще и в одну лучку вкачаны совершенно напрасно легат в роли генерала и квиты союзники и квиты союзники были мы по моему и квиты союзники это самая вообще бесполезная кавалерия за рим вот проще братья тоже она там в общем есть там какая-то именно римская кава не какие-то там и квиты а уж если брать ее там на штучке 4 да то а можно и не брать против варваров вообще копьями обложить и мечей побольше еще и вели ты здесь взяты это пельтасты не знаю вели ты как там велики короче ну видно что вот левый фланг как бы наверное предполагается атакующего поэтому как бы на нем видно что он изначально с расстановки он перегружен посмотрим к чему приведет все это дело принципе не сказать чтобы как бы и бак 3 а со слоном понту левелина доставила какие-то там уж проблемы до большие достаточно уверенно он переиграл но здесь рим и так раз два три 4 5 6 более 7 мячей короче за рим 7 мячей здесь гораздо меньше 4 последователя мяча 2 присягнувших 6 мячей здесь 7 не знаю давайте посмотрим да пилу мы кидают в копейщиков вообще блин в копейщиков пилу мы кинули как будто и не кинули ой на опять кого и квиты полезли опять чаржить ну за каким спрашивается даут а вот кидают в кавалерию то есть опять ту же тактику использует и совершенно напрасно ох сейчас догонят сейчас догонят сзади наваляют но здесь гладиаторы копейщики кстати еще один отряд да его не был заметен нет передумал спину сразу легионеров ветеранов и вася косой и завязывается по итогу посмотрите как один фланг то перегруженный левый время завязывается правым флангом причем сам залез вообще сам просто помог левелину тяжелые всадники ложатся тут под гладиаторами копейщиками у них там сейчас все обилки прожатые и квиты для чего просто слить их что ли бегут бегут гладиаторы копейщики но с натиска заходят последователи мяча и да очень даже неплохо заходят 37 сходу вырубили и дальше чаржат бегут на легионеров ветеранов тут же сейчас я думаю да присягнувшие сейчас зайдут а копейщики смотрите нифига себе против легионеров этих ветеранов стоят да им досталось там от кавы но тем не менее они стоят здесь что у нас и квиты союзники безуспешно борется с тяжелыми всадниками и с копейщиками ну то есть все на том фланге где у рима нет преимущества что здесь да пока сейчас вот эти пельтасты подбежали сейчас начнут они отстреливать здесь и последователи меча и генерала присягнувших что вот они делают но уже поздно здесь два тяжелых всадников легионеров ветеранов входят копейщики тут сломя голову бегут на гладиаторов копейщиков 39 на 72 посмотрим можно даже шапками закидают снова чаржи и квитами союзниками ну то есть как бы одна и та же тактика я кстати с ним играл он так не играл что так-то со мной не играл чаржил бы мои копья там до упаду и вообще нормально слил бы всю каву за бактерию вообще было бы нормально два в один выносят то есть вот оно вроде бы преимущество по мячам но все это как-то частями у рима входит в бой здесь копья заходят в тыл кидают они пилом и понятно и квиты сыпятся вели ты эти лили вели ты как их там правильно черт побери или там кстати досталось до кинули в них пилом и вот этому особенно досталось да надо чаржить легионеров ветеранов сейчас а последователи меча с и квитами то справятся но очень здесь уже как бы тяжело для этих складывается ситуация для боев хотя вот высвободились силы здесь кава на последователи меча здесь у нас присягнувший один из двух отрядов стоит тот легионер ветеран это ну никак не хотят сдаваться здесь два в один вигелы с доспешными бьются они с ветеранами копейщиками последователи меча у нас что бьются но пока безуспешно с доспешными легионерами и пока не в их пользу здесь доспешные легионеры уже разобрались так прожимается обилка да на генерала классно зашли тяжелые всадники да вот она высвободившаяся кава пожалуйста стрелков тут добивает генерал присягнувшие второго легионера ветерана там добивает ноги вообще шикарно зашли вигелов просто-напросто них сносят посмотрите с чаржа 70 с лишним уже мы весь отряд вырезали вообще да 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 и хоть сюда надо срочно срочно ноги их надо эти вигелы конечно сольются последователем меча хотя для последователя меча это не цели это можно считать небольшим локальным успехом для монстра анонизма извиняюсь ну раз ник такой у человека что я могу поделать я и так стараюсь как можно реже произносить если вы заметили по ходу комментарий обоих этих обеих боёв там двух боёв я его называю соперником левелина вот поэтому достается здесь от легата у нас последователем меча высвободились еще одни последователи меча ну вот что значит вот эти непонятные какие-то чарджи фронтальные по копейщикам может быть левелин поэтому и взял чуть больше копии потому что он знал что после поединка с бактрией но это судя по цифрам 2-3 первый бой то он проиграл у левелина сложное его поражение добыть за все время сколько он прислал мне повторы по моему только один раз было прислано им поражение я конечно понимаю это как геймер не вопрос но хотелось бы посмотреть как удалось человеку выиграть левелина вот это вот было бы конечно очень интересно так что у нас легат присягнувшие сейчас легионер ветеранов ну их тут 26 тяжелые всадники на то они тяжелые чтобы 26 то уж они прибьют ну и не остается сил уже у рима более того уже недоконтроль здесь небольшой то есть вот велиты стоят и квиты союзники стоят легионер ветеран вытаскивает доспешных легионеров ну а для чего их вытаскивать каву чтобы бить ну победа то тебе достанется не кавой тем более в спину сейчас выхватили пилу монет присягнувших и нет здорово сработали копия где-то они завязали этих доспешных легионеров и удалось там и мечникам и каве выстоять ну тоже достаточно уверенно так-то разобрался левелин здесь со своим соперником по турниру юзит-люзит номер два кстати ну тут надо отдать должное вся армия сбежала блин а римский этот он никогда не бежит он будет стоять до тала пока уже совсем по башке не прилетит ну че уж стоим бросай его в бой уже черт побери за чарджи уже чего нибудь ну вот такой поединок ну более чем убедительно конечно эквиты ну вот опять половина кавы грубо сыграл зачем эти эквиты вот на кой они велиты ну так в принципе неплохо но могли конечно и лучше они больше набивают сто сорок один сто семьдесят один но они выкашивали сто пятнадцать посмотрите сотня сто десять ну а этот а явно не сыгравший сорок два шестьдесят два это для пехи рима не результат вигелы вообще в ноль оба гладиаторы в ноль практически ну то есть опять в окружении бился рим тут посмотрите сто восемь тяжелый всадник целый отряд шестьдесят шесть да это скорее всего который подрезал там вигелов но тем не менее семьдесят два присягнувшие две сотни последовательный мяча две сотни сто восемьдесят пять ноги ну понятно это копейщики и частично это тыловые чарджи по римским мячам но это ого-го копейщик вообще сто тринадцать где он что там успел нарезать но этих зачаржили ну что ж good game спасибо за внимание